Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас с вами очень непростая и очень глубокая тема как изменить мужчину и как изменить его поведение. Как сделать так, чтобы он уделял больше внимания, чтобы он больше заботился, чтобы он перестал общаться со своими друзьями неудачниками, чтобы он начал к чему-то стремиться. Давайте будем честными. Каждый из нас хочет, чтобы другие люди делали то, что нравится и хочется нам. Чтобы нас ценили, чтобы нас уважали, чтобы нас любили, чтобы делали какие-то действия, которые мы хотим, чтобы человек похудел или наоборот набрал какую-то массу, чтобы человек начал зарабатывать больше денег, чтобы человек отказался от каких-то своих вредных привычек, которые нам не нравятся. И все мы ищем вот такой вот ключик человеку. И я скажу сразу, что я дам в конце видео такой ключик, с помощью которого вы можете управлять другим человеком. И я хочу сказать, что вот эта ситуация, когда мы хотим изменить кого-то, это не только в сфере отношений. Это очень часто бывает в родительско-детских отношениях, когда родители хотят, чтобы их ребенок делал то, что хотят они. Или когда, допустим, дети наоборот что-то навязывают своим родителям. То есть это есть вообще в любых отношениях. И прежде чем мы перейдем вот к этому ключику, я хочу создать такую ситуацию, в которой каждый из вас сейчас сможет проработать свою нарциссическую травму и может быть хоть как-то вот понизить уровень своего невроза на эту тему. Давайте подумаем, почему мы хотим кого-то изменить. Ну варианта может быть два. Или у нас есть эгоистичные какие-то мотивы. То есть я знаю, что ему весело с друзьями, что он хорошо там проводит с ними время, но мне в этот момент грустно, скучно и некомфортно. И я хочу, чтобы он это время проводил со мной. Второй мотив это мотив как бы наоборот, когда мы не из своих собственных интересов. Как это бывает? Я знаю, что ему весело с друзьями, но для него будет лучше, если он в это время будет как-то развиваться, а не деградировать. И, казалось бы, два абсолютно разных мотива, но они на самом деле являются одним и тем же. Потому что даже если мы как бы руководствуемся тем, что будет хорошо для человека, мы все равно это пропускаем через свою карту мира. То есть в нашей карте мира плохо, когда человек там тусуется с друзьями. И поэтому мы пытаемся его изменить. То есть мы как бы хотим-то хорошего, но это хорошее, оно идет из нас. То есть это наши какие-то потребности, это наше видение данной ситуации. Приведу вам, допустим, разговор недавно с клиенткой на консультации. Зачем вы хотите его изменить? Ну как зачем? Я хочу, чтобы он был более успешным человеком в жизни, чтобы он чего-то достигал, чего-то добивался. Хорошо, а зачем ему чего-то добиваться? Зачем ему чего-то достигать? Ну чтобы его жизнь была лучше, чем она есть сейчас. Чтобы он был более успешным, чем он есть сейчас. Может быть, чтобы он был более счастливым, чем он есть сейчас. А зачем ему становиться более успешным, чем он есть сейчас? Ну как зачем? Тогда я буду понимать, что я выбрала себе самого лучшего человека, и, возможно, все остальные тоже мне начнут завидовать. Вот так вот потихонечку мы подбираемся к истине. То есть человек все равно руководствуется какими-то своими личными мотивами, даже если он желает всего самого хорошего другому. Если вы хотите изменить другого человека, то вы хотите удовлетворить какие-то свои потребности за его счет. Это ли есть любовь? Давайте подумаем. Любовь – это когда мы делаем жизнь человека лучше. Но делаем это, исходя из его потребности, а не исходя из моей картины мира. А если я хочу изменить другого человека, исходя из своего представления о каких-то нормах, то есть исходя из своей карты мира, то это мой невроз. И правда реальности такова, что люди всегда будут делать то, что хотят они, а не то, что хотим мы. И здесь очень четко нужно понимать, что если ваши желания совпадают, то есть он хочет что-то, и я хочу этого же, отлично, все, мы совместимы. Если наши желания не совпадают, то мы пытаемся договориться. Хорошо, я буду делать это, а ты будешь делать вот это. Тогда и тебе будет хорошо, и мне хорошо, и мы вместе так же и будем существовать. Но если человек не соблюдает эти договоренности, или в принципе не идет на эти договоренности, то вам остается только договариваться сам с собой. Я принимаю этого человека таким, какой он есть, или я его не принимаю? Если я его принимаю, то я не пытаюсь его изменить, не пытаюсь его подстроить под себя, не пытаюсь сделать из него какого-то другого человека. А если я его не принимаю, то я перестаю с ним общаться. То есть я опять-таки не начинаю его как-то пилить, менять, как папа Карло Буратино строгать. Я просто с ним перестаю общаться, потому что я это не принимаю. Меня могут спросить, хорошо, Настя, я его как бы не хочу с ним расставаться, да, я хочу быть вместе с ним, но все равно мне некомфортно от того, что он ведет себя не так, как мне нужно, что мне делать. И здесь я задам вам встречный вопрос. А вам нравится испытывать вот эти вот негативные эмоции, которые вы испытываете в этих отношениях? Если вы не принимаете человека, но продолжаете быть с ним, то у вас 100% есть какие-то негативные эмоции. Или это злость, или это печаль, или это обида, или это чувство вины. И все вот эти вот прочие негативные вещи. И вот он не врос, понимаете? Мысль, какая-то негативная установка замкнула в голове. Энергии нет, а негатива до хрена. И вот этот негатив льется, и вы не знаете, как его сдержать. И вы не понимаете, почему у меня уходит вся моя энергия, непонятно на что. Почему я настолько неэффективный человек? Почему у меня нет какого-то удовольствия в жизни, нет удовлетворения от жизни? Ну, конечно, откуда ему взяться? Потому что вся ваша энергия уходит на то, чтобы справиться вот с этими эмоциями, которые есть у вас сейчас по данному вопросу, и которые вы не решаете никак. Поэтому, милые мои подписчицы, научитесь сначала управлять своей жизнью. Не сливайте свою психическую энергию вот в эту вот просто черную дыру невроза. Вот все вот эти переживания, почему он не ведет себя так, как мне хочется, а почему все вообще в жизни не так, как хочется. Научитесь контролировать свою жизнь, и только после этого пытайтесь менять другого человека, улучшать как-то его жизнь при условии, что он вас об этом просит. Если вас человек не просит, если он не нуждается в вашей помощи в своем усовершенствовании, то помогать ему не нужно. Зачем это делать? Я вот честно не понимаю. И давайте теперь приступаем вот к тому самому ключику, который поможет вам все-таки как-то повлиять на поведение другого человека. То есть даже если вы уже вот все, невроза у вас нет, вам уже без разницы, кто он там, как он там себя ведет, сколько килограмм он весит и сколько денег зарабатывает, тогда вы можете приступать уже вот к этому управлению человеком. И управление человеком заключается в одной очень простой фразе. Чтобы управлять другими людьми, нужно сначала научиться управлять собой. То есть я меняю свое поведение, и другой человек в ответ автоматически вынужден поменять свое поведение. Ну не может такого быть. То есть мы были в какой-то модели отношений, я поменяла свою модель отношений, другой человек не может остаться в той же позиции, ему тоже придется поменяться. То есть ему тоже придется измениться. И я сейчас опять хочу вам привести метафору, и опять, скорее всего, мне скажут, что, боже, это так неэтично, сравнивай там людей с животными, еще там что-то. Но я буду продолжать использовать метафоры, потому что это очень классный инструмент для того, чтобы понять какую-то информацию, для того, чтобы мне вам донести проще какую-то информацию. Потому что с метафорами мы очень легко все воспринимаем. Вы когда-нибудь видели, как дрессируют животных? Если животное сделало какой-то трюк, то ему дают кусочек сахара, или какую-то другую вкусняшку. Если животное трюк не сделало, то сахарок оно не получает. С людьми точно так же. Только вместо сахарка у нас такой инструмент, который называется обратная связь. Когда нравится, я говорю, что мне это нравится, я хвалю человека, да, то есть вот она, та самая похвала. Когда мне не нравится какое-то его действие, я точно так же ему об этом говорю. Я говорю, что мне это действие не нравится, мне неприятно, мне там больно, некомфортно и все такое прочее. Но я даю эту обратную связь в любом случае. И, конечно, человек понимает, что вот это мое действие нравится другому человеку, а вот это не нравится. И, значит, я хочу сохранить с ним хорошее отношение. Это действие я делать не буду, а это действие я делать буду. И у нас, в отличие от каких-то животных, да, это уже не в смысле дрессировки, а вообще в прямом смысле, у нас есть кора головного мозга, и у нас есть такая отличительная черта. У нас есть язык, у нас есть речь. То есть мы выражаем, даем вот эту обратную связь не только с помощью каких-то эмоций, да, не только там нам грустно, мы лицо надули такое. Но мы еще можем использовать слова, мы можем сказать человеку, вот прям так и сказать, мне очень классно, что ты сделал вот это, ты такой молодец. Не нужно никого менять, научитесь давать обратную связь и правильно ее интерпретировать. Если человек на вашу обратную связь не меняет свое действие, то тогда вы должны, опять же, договориться с собой. Или я принимаю это и оставляю так, как это есть, потому что мне это не критично. Или я просто ухожу от такого человека. В общем, на сегодня у меня все. Что-то у меня тут соседи начали сверлить опять. Поэтому желаю вам всем только эффективных коммуникаций. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и не пропускайте мои новые ролики. Ведь вы же знаете, что я даю вам только самую полезную информацию. Всех люблю, целую. Пока-пока.